Девчонки Девчонки С детства работал, катался с папой на поле на тракторе и хочу помогать будущим людям. Работать на земле, помогать с уборкой урожая, сено возить. Помню, в детстве я катался со своим отцом на комбайне, мне это очень нравилось. А сейчас мои друзья решили поступать в агротехнический техникум. А я пришел сюда, чтобы узнать о профессии тракторист-машинист. Эти школьники с выбором профессии определились задолго до выпускного. Свою роль в этом сыграла их малая родина – город Ядрин. Поступать они будут в агротехнический техникум на трактористов-машинистов. Здесь случайных студентов не бывает. Сюда идут ребята, которые уже четко себе представляют, чем они будут заниматься. Саша, Костя и Семен не раз приходили в учебное заведение на день открытых дверей. А в этот раз их ждет подробная экскурсия. Наша съемочная группа отправляется вместе с ними изучать профессию тракториста. 19 декабря 1951 года на базе школы механизации было основано наше учебное заведение. С тех пор мы готовим специалистов для сельского хозяйства по профессии тракторист, машинистов и хозяйственного производства. Не только для Ядринского района, но и для соседних районов Красночитайского, Маргаушского, Аликовского районов. За эти годы наше учебное заведение готовило примерно около 30 тысяч хороших специалистов. Одно из главных требований, которое предъявляет работодатель, это высокий профессионализм специалиста. А он напрямую зависит от того, какое образование получит человек. В настоящее время сельхозпредприятия в основном используют современную технику. Энергонасыщенные, мощные тракторы, комбайны. Сельхозмашины, которые за раз выполняют по нескольку операций, которые мы называем комбинированными машинами. При этом они стараются использовать также современные и эффективные технологии, как, например, энергосберегающие, влагосберегающие или же интенсивные, которые еще ранее применялись. Все это обязывает нас вести подготовку более высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. Помимо спецпредметов понадобятся фундаментальные знания по геометрии, физике и ботанике. Без этого тракторист в поле не воин. Каждый, кто здесь учится, с детства знает, как работать на земле. Трактор – это большая сложная машина, которой нужно уметь не только управлять, но и уметь ее ремонтировать, настраивать различные узлы техники. Поэтому специалист, который выполняет эту сложную работу, называется тракторист-машинист. Ядринский агротехнический техникум ежегодно в среднем выпускает около ста таких специалистов. Без хорошего специалиста современная техника – всего лишь железка. Ядринскому району повезло. Здесь можно на месте научиться ремеслу тракториста. И не только. И тут, конечно, большую роль играет агротехнический техникум. Среди наших выпускников есть орденоносцы, есть заслуженные механизаторы сельскохозяйства Чувашской Республики. Были трудные времена для работников сельскохозяйства не только Чувашской Республики, но и России в целом. Но сегодня необходимы нам хорошие специалисты, трактористы, которые будут работать на современных тракторах, комбайнах. И они будут развивать экономики нашей Республики. После перевода училища в техникум желающих здесь учиться прибавилось в разы. Это означает, что сельское хозяйство оживает. На полях появляется новая современная техника. А это не может не притягивать молодежь. Сам окончил это учебное заведение, окончил красным дипломом, после чего ослужил в российской армии и вернулся обратно в техникум. Поступил в заводченное отделение по своей же профессии. И вот уже второй год готовлю трактористов-машинистов и производственного производства. Чтобы стать трактористом-машинистом, после девятого класса нужно учиться два года и пять месяцев. Выпускники получают квалификацию слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования четвертого разряда. Водитель автомобиля категории «С» и право на управление грузовым транспортом. Профессия тракториста-машинистов делает меня увереннее, потому что можно еще в армии служить и ездить на машины. Под руководством опытного инструктора управлять трактором разрешили даже школьникам. Змейку прошли практически идеально, ни один дорожный конус с места не сдвинулся. И на горку поднялись на одном дыхании. Такой мастер-класс Саша получает впервые. Частично сам управлял. У меня инструктор только управлял, когда ошибался, не успевал выруливаться. Я понимаю, как уже переключать передачу, сдавать задний ход. Интерес к технике – важный аспект профессии. Тракторист-машинист знает правила эксплуатации, соблюдает технику безопасности при работе на тракторах, правила дорожного движения, умеет собирать и разбирать технику. Ремонтировать своих железных коней студенты учатся в гаражном боксе. В наше нелегкое время не каждое сельскохозяйственное предприятие может себе позволить купить новую технику. Поэтому нужно содержать в порядке ту технику, которая у нас имеется. Арсенал у Ядринского агротехнического техникума внушительный. Тракторы, сеялки, грузовые автомобили, землеуборочные комбайны. В собственном автопарке учебного заведения около ста единиц техники. Таких учебных заведений в республике немного. Есть даже свое учебное хозяйство, где студенты проходят практику. И землю сами пашут, и сеют, и убирают урожай. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – настоящая мужская профессия. Специалисты считают, что водитель должен быть выносливым, дисциплинированным, ответственным и иметь крепкое здоровье. Техника халатности не терпит. Мы с ребятами приехали в коллективное опытно-показательное хозяйство Ядринского района «Ленинская искра». Это хозяйство считается передовым в республике. Здесь работают выпускники Ядринского агротехнического техникума. С одним из них мы сейчас и познакомимся. Евгений ловко управляется с огромным трактором. В поле он, в своей тарелке. Можно сказать, что он здесь вырос. Получал первые навыки вождения комбайном еще в седьмом классе. В этом хозяйстве работает и его отец. Поэтому Евгений даже не сомневался, кем ему быть. Руй, дал сразу ему и научился работать. После окончания агротехнического техникума вопрос, где работать, перед ним не стоял. Начинал он, конечно, с отечественной техники. А потом ему доверили дорогую и импортную. И так за рулем Евгений уже больше десяти лет. Сначала работал на дойне, сейчас на немецком классе. Сперва было тяжело на этом, привыкнуть. Сейчас, ну, под конец нормально. Ну, намного проще. Работать на современной технике комфортно, удобно. Пыли в кабине нет, практически всеми процессами управляет компьютер. В Ленинской искре ежегодно студенты агротехнического техникума проходят практику. И те, кто действительно любит свою профессию, остаются работать. Евгений Кириллов всегда отличался особым старанием. Он участвовал, я помню, в соревновании республиканской пахарей, занял первое место. Потом, когда начал работать в хозяйстве, через три года он стипендиатом, президентом. Рабочий день у Евгения начинается с пяти утра. Сначала он собирает молоко у односельчан и отвозит его на завод. По приезду заводит свой трактор и начинается работа в поле. Тут уже либо пашет, либо сеет, либо убирает урожай. В зависимости от времени года. При необходимости может заменить любого тракториста в хозяйстве. И научить обращаться с огромной техникой может даже школьников. Трудовые династии для Ядринского района не редкость. Сергей Рожков более 30 лет назад закончил училище. Ныне агротехнический техникум. Работал трактористом-машинистом на малой родине. Несмотря на все трудности, открыл свое фермерское хозяйство. 100 гектаров земли фермер ориендует у местной администрации. Более 4 гектаров его собственности. Занимается растеневодством и животноводством. На его ферме 30 голов крупного рогатого скота, свиньи, овцы. Справляться со всем хозяйством помогают работники, жена и два сына. Кстати, один из них, Вячеслав, тоже студент Ядринского агротехнического техникума. Купили трактор, покрусик. Это, ну, три трактора, в общем, у нас. Комбайн один. Пресс-подборсик. Ну, там, все хост-машины это купили. Все, работаем. Где родился, там и пригодился, гласит народная мудрость. Главное, не бояться работы и любить землю, на которой ты родился. И тогда она обязательно ответит взаимностью. Пример выпускников Ядринского агротехнического техникума впечатлил школьников. Я поступлю сюда точно. Моя профессия будет связана с техникой. Мне понравилось на трактор кататься. Поправилось проходить. Мне тоже понравилось, наверное, тоже сюда поступлю. Мы поняли, что надо начинать все с малого. И начать можно с поступления в Ядринский агротехнический техникум. Ядринский агротехнический техникум.